Здравствуйте, дорогие школьники! Тема нашего урока – документальное кино. Вы слышали когда-нибудь о таком? Многие считают, что документальное кино – это скучно. И в основном в таких фильмах рассказывают монотонным голосом о каких-нибудь исчезающих животных или про исторические события. На самом деле это не так. Документальные фильмы могут быть смешными и рассказывать про видеоигры, космос или, например, динозавров. Итак, что же такое документальное кино? Или на профессиональном сленге «документалка»? Записывайте! Это фильм, основанный на съемках реальных людей и событий. Казалось бы, тогда, чтобы создать документальный фильм, достаточно просто включить камеру и уйти пить чай. Между прочим, у документальных фильмов есть своя драматургия и режиссерская задумка. Поэтому в некоторых работах сложно установить границу между документалистикой и игровой картиной. Как вы думаете, в чем особенность документального кино? Представляете, для его съемки не нужны профессиональные актеры или декорации. Участникам съемки, оператору, видеоинженеру, звукорежиссеру порой очень сложно полностью контролировать итоговый сценарий, потому что реальность не всегда соответствует замыслам режиссера. Например, вы решили снять рассвет в горах Зайлийского Аллатал. Вы заранее подготовились, посмотрели погоду, взяли нужные вещи. Но горы – вещь непредсказуемая. Внезапно вместо солнца у вас повсюду туман и моросит дождь. Но это вовсе не означает, что нужно переносить съемку. Напротив, нужно заснять, а точнее зафиксировать для истории и такую горную погоду. В документальных фильмах зачастую используются данные и статистики, социальных опросов и тематических интервью. Давайте коротко разберем виды документального кино. Хроника – это фильмы, которые представляют хронологию событий. Фильмы-дневники – основаны на реальных записях, письмах или дневниках. Самый захватывающий и порой опасный жанр – это фильмы-расследования. Это также один из видов телевизионной журналистики, в котором авторы собирают данные по вопросу и пытаются найти ответ. Портреты – документальные фильмы, рассказывающие о судьбе конкретного человека. Документальная анимация – это анимированные документальные проекты. Существуют особые необычные жанры документального кино, например, мокюментарии. Вот такое сложное и необычное название. Это жанр, в котором создается видимость документального изложения. В этом ключе сняты такие современные фильмы, как «Ведьмы из Блэр» и «Первые на Луне». Как вы думаете, когда возник жанр документального кино? Правильно, он возник вместе с кинематографом. Впервые фильмы «Братьев Люмьер», представленные широкой публике, были, по сути, документальными. Они рассказывали о реальных событиях и явлениях. А вот термин «документальный» возник значительно позже. Его предложил британский кинодеятель Джон Грирсон в 1920 году. Чтобы получился хороший документальный фильм, нужно учитывать многие детали. Фильм может испортить любая крошечная деталь. Неуместная музыка или монтаж. Качественное кино вызывает чувства и трогает. Оно крепко связано с реальностью и позволяет лучше просмотреть действительность. Лучше один раз показать, чем сто раз рассказать. Подбирать документальное кино для просмотра стоит, исходя из ваших интересов. Если вам скучно смотреть на вяло жующих листья антилоп, тогда ищите ту сферу, которая реально вам нравится. Вот несколько детских документальных фильмов. «История Пиксара», «Настоящий гений со Стивеном Хокингом», «Земля. Биография планеты» и «Планета динозавров». Кстати, вы тоже можете снять короткий документальный фильм о том, как проходят ваши школьные дни. А пока мы завершаем наш урок. И теперь по традиции вас ждут вопросы. Первый вопрос. К какому жанру относятся документальные фильмы, рассказывающие о судьбе конкретного человека? Второй вопрос. Кто в 1920 году предложил термин «документальный»? Третий вопрос. Как называется жанр, в котором создается видимость документального изложения? Субтитры создавал DimaTorzok